Маленькая девочка останавливает свадьбу своей матери и кричит «Пожалуйста, мамочка, не выходи за него замуж». То, что девочка рассказывает о своем будущем отчиме, заставляет ее мать упасть в обморок, а всех присутствующих на церемонии повергает в шок. В тот день Элис терпеливо ждала в своей элегантной машине перед школой свою дочь Софию. Радостное зрелище представляли собой дети, бегущие навстречу своим родителям. София еще не появилась, поэтому Элис вышла из машины навстречу к дочери. И именно тогда она столкнулась с мужчиной, который совершал свою дневную пробежку по тротуару. Бутылка с водой, которую он держал в руках, с тихим стуком упала на землю. Женщина вздрогнула и немедленно извинилась. «Боже мой! Простите, я вас не заметила!» — пробормотала Элис. Однако, когда ее глаза встретились с глазами этого мужчины, произошло нечто волшебное. Она сразу же заметила нежное выражение и блеск в его глазах. Он был прекрасен. Его улыбка покорила ее так безраздельно, что на мгновение мир, казалось, остановился. С легкой усмешкой во взгляде он представился Алексом, как будто эта ситуация была немного забавной. «Я Элис», — ответила девушка, почувствовав внезапное влечение к незнакомцу. Казалось, что вселенная сговорилась свести их лицом к лицу. «Что ж, увидимся, Элис», — сказал мужчина, прежде чем снова убежать, бросив на нее привлекательный взгляд. Затем пришла ее дочь, и они отправились домой. Однако на следующий день, ожидая Софию в то же самое время, Элис не могла выбросить Алекса из головы. Ее разум был полон картинок этой неожиданной встречи, и она с трудом могла поверить, что судьба снова сведет их, потому что он снова совершал свою пробежку. «И мы снова встретились», — сказал Алекс с нежной улыбкой, подходя к ней. Элис улыбнулась в ответ, польщенная таким совпадением. Они немного поболтали, оба, осознавая, что между ними возникает взаимное влечение. И прежде чем они попрощались, Алекс решил сделать следующий шаг. «Думаю, я пожалею, если не узнаю твой номер телефона», — сказал он, и его взгляд засиял от предвкушения. Обменявшись контактами, они договорились встретиться снова. Элис с трудом могла поверить, что ее жизнь вот-вот изменится из-за этой случайной встречи. В этот момент прибежала ее дочь, и они отправились домой. В машине, когда девочка спросила, с кем мама разговаривала, Элис улыбнулась и сказала, «Мамочка идет на свидание, дорогая». Маленькая девочка с чистым сердцем желала счастья и радовалась тому, что у ее матери наконец-то появился спутник жизни. Это произошло потому, что три года назад в их жизни произошла трагедия. Муж Элис, любовь всей ее жизни, попал в автомобильную аварию со смертельным исходом, когда Софии было всего семь лет. Внезапная потеря опустошила женщину, и она погрузилась в глубокий траур. В это тяжелое время своей жизни Элис сосредоточилась на одной задаче – заботиться о своей маленькой дочери, используя все, что у нее было. Она была финансово стабильна, работая архитектором в крупной компании и вскоре подумывала об открытии собственного офиса. Они жили в прекрасном доме, и Элис была полна решимости предоставить своей дочери все необходимое. Однако смерть мужа оставила глубокую рану в ее сердце, которая, несмотря на прошедшее время, казалось, никогда полностью не заживет. Она не позволит себе снова искать любовь, несмотря на постоянные мольбы Софии. Маленькая девочка, которой сейчас 10 лет, была радостью в жизни ее матери, но также и постоянным напоминанием о счастье, которое она потеряла из-за ранней кончины своего мужа. Маленькая девочка часто настаивала на том, чтобы мама нашла нового партнера, кого-то, с кем она могла бы разделить свою жизнь и, возможно, подарила бы ей сестренку. Элис, несмотря на то, что ценила любовь и заботу своей малышки, не могла преодолеть страх снова открыть свое сердце. Она всегда отвечала «Может быть, когда-нибудь, милая? Если появится кто-то особенный, мама подумает об этом». Время шло, а женщина продолжала чувствовать себя одинокой, убежденная, что никогда не найдет кого-то, кто смог бы заполнить пустоту в ее сердце, образовавшуюся после смерти мужа. Она верила, что любовь ей недоступна. Пока в тот день, по воле судьбы, она не увидела Алекса. Притяжение между ними было мгновенным и сильным, как будто вселенная сговорилась объединить их. Казалось, в жизни Элис должна была открыться новая глава, и она, возможно, наконец-то была готова снова открыть свое сердце для любви. Согласившись встретиться с Алексом, женщина не могла дождаться назначенного свидания. Она собралась, тщательно подобрав платье, которое подчеркивало ее красоту, и макияж, который подчеркивал ее сияющие глаза. София с энтузиазмом, наблюдая за тем, как ее мама собирается, воскликнула. «Мамочка, посмотри, какая ты красивая». Элис, тронутая комплиментом дочери, искренне улыбнулась. Впервые за долгое время она почувствовала себя по-настоящему привлекательной и счастливой. Оставив девочку на попечение надежной няни, Элис отправилась на свидание с Алексом. Свидание прошло успешно. Он был интересным, обаятельным и красивым мужчиной. Он рассказывал забавные истории о своей работе страховым агентом, и Элис поймала себя на том, что ловит каждое его слово. Они, казалось, идеально подходили друг другу. И это было только начало. Шли дни, и эти свидания превратились в приятную рутину. Их страсть друг к другу только росла, и женщина с трудом могла поверить, как ей повезло, что она встретила его. Вскоре они решили сделать следующий шаг, и Алекс принял приглашение своей подруги поужинать у нее дома и познакомиться с Софией. Маленькая девочка была вне себя от радости при мысли о встрече с новым мужчиной в жизни ее матери. Она с нетерпением ждала, когда наконец увидит ее счастливой и разделит ее привязанность с кем-то особенным. Элис, полная решимости произвести хорошее впечатление, приготовила ужин, который больше походил на банкет, выбрав каждое блюдо с особой тщательностью и роскошью. Когда Алекс пришел на ужин, женщина почувствовала, как ее сердце радостно забилось. В ее доме он казался еще более очаровательным, и вечер был наполнен смехом, разговорами и приятными ощущениями. Но это был всего лишь ее собственный взгляд. Однако, в то время как все, казалось, наслаждались происходящим, маленькая девочка чувствовала себя по-другому. Она почувствовала что-то странное. София пыталась не обращать внимания на неприятное чувство, сосредоточившись на оживленном разговоре взрослых. Но в глубине души что-то было не так. После ухода Алекса София наконец поделилась своими чувствами с матерью. «Мамочка, он мне не нравится». Женщина сразу же удивилась и смутилась. В конце концов, она была очень привязана к этому мужчине и не могла понять, почему он не нравился ее маленькой дочери. «Почему ты так говоришь, дорогая?» «Он был таким добрым», сказала мать, пытаясь понять беспокойство маленькой девочки. Элис, разрывавшаяся между желанием счастья и материнским инстинктом защиты, была озадачена. И хотя у нее возникло чувство неловкости, она была полна решимости дать шанс этой новой любви, надеясь, что ее ребенок в конце концов примет Алекса в их жизнь. И вот, несмотря на первоначальные сомнения Софии, женщина продолжала встречаться с Алексом. Время шло, и его присутствие в их жизни становилось все более постоянным. Он регулярно приходил к ним домой и постепенно начал вести себя так, как будто ему здесь самое место. По мнению Софии, он вел себя так, словно хотел быть хозяином в доме, но ее мать, казалось, этого не замечала. Однажды Алекс поделился неутешительными новостями со своей возлюбленной. Он рассказал, что его страховое агентство обанкротилось, оставив его в тяжелом финансовом положении. Ему нужны были деньги, чтобы встать на ноги, и он попросил взаймы у Элис, которая с ее добрым сердцем согласилась одолжить ему значительную сумму денег. Но на этом ситуация не закончилась. Вскоре после этого мужчина представил свою сестру Маргарет. Он объяснил, что она ищет работу, и ей нужно временное жилье. Элис, всегда готовая помочь, согласилась принять Маргарет в своем доме и даже предложила помочь ей найти работу в ее архитектурном бюро. Софии, однако, становилось все более неуютно от всей этой ситуации. Она не могла отделаться от ощущения, что что-то не так. Маленькая девочка несколько раз пыталась предупредить свою мать. «Мам, я думаю, он лжет тебе». Я слышала, как он разговаривал с Маргарет о том, как они это делают. Женщина, смущенная и обеспокоенная словами девочки, спросила «Что ты слышала, милая?». Однако маленькая девочка не смогла полностью объяснить, поскольку слышала разговор лишь наполовину, а ее матери не было рядом в нужный момент. «Я думаю, будет лучше, если ты постараешься быть к ним добрее, дочка. Теперь они часть нашей семьи, хорошо?», сказала ее мать. Проходили месяцы, а София все еще чувствовала себя подозрительно и неуютно из-за присутствия Алекса и его сестры в их жизни. «Как мама может не видеть, что с ними что-то не так?», девочка в отчаянии спрашивала себя. Но Элис верила, что со временем ее дочь привыкнет к новому партнеру матери. Но судьба уготовила ей нечто иное, что только усугубило ситуацию. Алекс сделал предложение Элис, которая, будучи безумно влюбленной, с энтузиазмом приняла его. Она была настолько убеждена, что наконец-то нашла любовь, о которой мечтала после трагической гибели мужа, что даже не задумывалась об этом, поскольку они были в отношениях почти год. На ее пальцы сверкнуло обручальное кольцо, и они начали готовиться к свадьбе. Но как только София узнала, что ее мать помолвлена, она сделала все возможное, чтобы заставить ее разорвать помолвку. Она умоляла, спорила и выражала недоверие к этому мужчине. Однако ее мать не послушалась и приступила к планированию свадьбы. «Милая, теперь мы одна семья. Ты должна принять их. Они неплохие люди. Я никогда не понимала, почему они тебе не нравятся. Я счастлива. Так почему же не счастлива ты?» – спрашивала Элис. Дни шли, и наконец настал знаменательный день. Обстановка была потрясающей, именно такой, о какой всегда мечтала эта женщина. Это был ее второй брак, и она чувствовала, что получила благословение своего покойного мужа, что он наверняка пожелал бы счастья ей и ее маленькой дочери. Однако произошло нечто, что ее очень огорчило. Накануне вечером мать и дочь поссорились, и маленькая девочка ясно дала понять, что не будет присутствовать на церемонии, так как не хотела быть свидетельницей того, как ее мать выходит замуж за человека, которому она не доверяет. Элис была глубоко расстроена, но когда все приготовления были закончены, и после бесчисленных попыток уговорить дочь, ей придется провести свадьбу, даже если София не будет присутствовать. Мать верила, что со временем маленькая девочка примет Алекса в их жизнь, как только они начнут жить в одном доме. Когда Элис шла к алтарю, все было прекрасно и очаровательно. Ее жених ждал ее у алтаря с лучезарной улыбкой, а Маргарет стояла рядом с ней в качестве подружки невесты. Наступил момент произнести клятвы, и все казалось идеальным, но никто не был готов к тому, что должно было произойти. Когда священник спросил ее, признает ли она этого человека своим законным мужем, дверь церкви распахнулась, и София вбежала внутрь с криком «Пожалуйста, мамочка, не выходи за него замуж». Шок и удивление были видны на лицах всех присутствующих. Люди перешептывались, не в силах поверить в то, чему они были свидетелями. Женщина в замешательстве повернулась к дочери и спросила «Милая, зачем ты это делаешь?» Алекс у алтаря не смог скрыть своего гнева и воскликнул «Твоя дочь всегда была грубой, любимая. Это переходит все границы. Она хочет испортить нашу свадьбу». Однако маленькую девочку это не испугало. Она посмотрела прямо на него и заявила «Теперь ты пойдешь ко дну». В руках она держала сотовый телефон, и все взгляды обратились к нему. «Смотри, мама, кто твой жених на самом деле?» — сказала девочка. Когда женщина увидела снимок на мобильном телефоне, она чуть не упала в обморок. На фотографии Алекс целовал Маргарет, свою предполагаемую сестру, которая на самом деле была его девушкой, что стало неоспоримым доказательством его предательства. Ошеломленный мужчина закричал «Это смешно, София. Ты пытаешься разлучить меня и свою мать с помощью фотошопа. Ты что, с ума сошла?» Но лучшее было еще впереди. Девочка была полна решимости раскрыть правду. На своем мобильном телефоне она включила аудиозапись, на которой эти двое обсуждали свои зловещие планы. «Теперь мы так близки, любимый. Я собираюсь получить все от этой глупой вдовы. У нее много денег, и мы скоро разбогатеем. Любовь моя», — сказал Алекс Маргарет, которая рассмеялась в знак согласия. Никто не мог поверить своим ушам. Поворот событий был впечатляющим, и все были потрясены ошеломляющим открытием. Оказалось, что эти двое были мошенниками, которые подстроили все, начиная с их первой встречи перед школой и заканчивая свадьбой. Все было спланировано таким образом, чтобы украсть деньги Элис, которая, как они поняли, была богатой вдовой. Именно в этот момент преступники, поняв, что их разоблачили, попытались выбежать из церкви. Но они понятия не имели, что маленькая девочка уже вызвала полицию, которая ждала снаружи, чтобы арестовать их. Алекс и Маргарет были задержаны с поличным, и таким образом девочка спасла свою мать от брака с преступником. Элис была глубоко благодарна дочери за то, что у нее хватило мужества разорвать брак, который мог привести ее к краху. «Моя принцесса, ты, мое величайшее благословение, ты спасла меня от ужасного будущего», — сказала Элис, и слезы потекли по ее лицу. Но то, что сказала София, тронуло ее еще больше. «Ты заслуживаешь всего мира, мама. Я уверена, что рядом с тобой будет кто-то по-настоящему хороший». И действительно, так оно и было. Вскоре после свадьбы в офис Элис обратился новый клиент. Этот клиент, Джозеф, был человеком честным, добрым и с непоколебимым характером. С самого начала он не обращал внимания на эмоциональные раны Элис и понимал важность дочери в своей жизни. Через несколько месяцев он сблизился с семьей и показал себя именно тем мужчиной, которого хотела видеть его жена. Он заботился о Софии, как о собственной дочери, заполняя пустоту, образовавшуюся после смерти ее отца. В отличие от Алекса, Джозеф был тем, кому Элис могла полностью доверять, с кем она чувствовала себя защищенной и любимой. И ко всеобщему удовольствию, женщина снова забеременела, подарив Софии долгожданную сестренку. Дорогие зрители, а если ваша дочь была бы против вашего брака, вы бы прислушались к ней? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!